Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о такой эстетической проблеме, как птоз или, проще говоря, опущение верхнего века. Птоз век это опущение верхнего века одного и обоих глаз. Это состояние может встречаться независимо от возраста, как у детей, так и у взрослых. При наличии птоза верхнее веко частично или полностью перекрывает зрачок, поэтому человек вынужденно запрокидывает голову, морщит брови и даже поднимает пальцем верхнее веко, что вызывает определенный дискомфорт. Птоз верхних век бывает как врожденный, так и приобретенный вследствие возрастных изменений, травмы или перенесенного хирургического вмешательства. При невыраженном птозе, в принципе, ничего критичного не случится. Но если птоз выраженный, особенно обоих век, то, помимо неэстетического вида, возможно снижение остроты зрения. Поэтому, в любом случае, вам нужна консультация офтальмолога и пластического хирурга для выбора тактика лечения. На основании мирового опыта, самым оптимальным и эффективным методом коррекции птоза верхнего века является хирургический. Аппаратная косметология, массажи, применение крема, мазей и народных средств являются малоэффективными. Потому что птоз верхнего века возникает вследствие травмы, недоразвития, нарушения нервации, слабости, рубцовой деформации мышцы, поднимающей верхнее веко. Если у пациента на другом веке есть избытки мягких тканей, то коррекция птоза может проводиться в комплексе с верхней блефаропластикой. Перед операцией обязательно нужна консультация хирурга для более тщательного сбора анамнеза и определения тактики коррекции птоза. Подготовка к операции включает в себя сдачу анализов и обязательную консультацию офтальмолога и терапевта. Анестезия при коррекции птоза в большинстве случаев местная. Период револитации строго индивидуальный, но в среднем занимает 10 дней. Длительность эффекта от операции напрямую зависит от причин птоза, состояния тканей верхнего века и может составлять от 1 года до 10 летий. Для определения наличия или отсутствия птоза и определения дальнейшей тактики лечения, вы можете присылать свои фото и видео в наши соцсети. Ссылка находится в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!